Захлопнувший Поход Пригожина Как будто какой-то праздник закончился Типа Нового года Давно такого интереса и предвкушения не испытывал Согласен Таких эмоций вообще не было давно Вчера был реально очень интересный день Как ты считаешь Если бы Ичкерии оказывали бы Такую же активную поддержку Как сейчас оказывает Украина Ичкерия бы и победила Россию Конечно Ичкерия И без этой поддержки победила Россию В 96 году Поэтому Вы представьте Какие это огромные возможности Когда есть Что противопоставить Военные машины Ведь мы Не имея ничего подобного Очень Очень серьезные проблемы Создали для России Для их армии Ведь покорение Чечни Для них Оказалось Ну это не легкая прогулка для них была Это были очень тяжелые Очень тяжелая война Очень тяжелые бои и столкновения Для России В первой войне они проиграли Во вторую войну они конечно подошли Уже более подготовленные С умом Так сказать Уже была своя стратегия Тактика Которая конечно В целом оказалась успешной Дала им результат Плюс сказалось Сказались наши Внутренние распри Но будь Допустим В чем вообще была наша главная проблема Мы Нам нечего было противопоставить Против авиации Нечем было их сбивать Поэтому Абсолютное господство воздухи У России И вопрос вот этой Артиллерии То есть Они на расстоянии Там 50 километров 30 километров Просто долбили Выжигали землю Мы естественно Ничего этому противопоставить Тоже не могли Каких-то штурмов Практически Во вторую войну Они Не делали Поэтому А представьте Если бы у нас было Чем сбивать эти самолеты И было бы Что противопоставить Этой артиллерии Конечно Война бы И имела Совершенно другой Результат Что ты думаешь О Ходорковском Какую угрозу Несет Ходор Для Чечни Если власть Пойдет в Кремле Или придет К власти Ходор У меня есть Отдельный ролик Про Ходорковского Ходорковский Для Для Чечни Для чеченцев Он не Однозначно Не друг Это не Это человек Который В плане Нашего Нашего Права На свободу И независимость Он для нас Ничем не отличается От Путина И возможно Даже Будет еще более Опасным Для нас То есть Это такой Такой же Российский Империалист Просто он У него Немножко Другое Видение На устройство Внутреннее Устройство России Это Смотрите Я Для россиян Может быть Ходорковский Это неплохой Вариант Мы здесь Должны понимать Что россияне И мы будем На это смотреть По-разному Я Будучи чеченцем Исхожу Из интересов Чеченского Народа Из интересов Чеченской Государственности Россиянин же Исходит из Интересов России Российского Государства И вот Для Для Империалистов Российских Ходорковский Может быть Неплохой Вариант Это такой Может быть Знаете Мы бы Не видели Ходорковского У власти Мы не знаем Будет он Диктатором Или нет Но По крайней мере Все что он Говорит И то что он Декларирует Это Противопоставление Диктатуре Он за демократию И так далее Но При этом Обязательно С империалистическими Убеждениями Для него Кавказ Это Россия И Чечня Это Россия Потому что Потому что Его деды Воевали Они Чеченскую Кровь Проливали Свою Естественно Тоже Соответственно Это Теперь Нельзя Просто взять И чеченцев Отпустить У него Такое Убеждение Поэтому В этом Вопросе Почему Почему Он допустим Чечню Он не отпустит Он будет Он говорил Что он будет Воевать Проливать Не свою Естественно Ходорковский Свою Проливать Не будет Но кровь россиян Он там будет Проливать Почему Он там Это будет Делать А в Украине Он исходит Из соображений Что нет Это Украина Это отдельное государство Потому что Это Не соответствует Интересам Россиян Интересам России Его понимания Война в Украине Это санкции Это Ухудшение отношений С западным миром Это изоляция А это противоречит Интересам Россия Поэтому Украина Это отдельное государство Но если бы это С точки зрения Ходорковского Соответствовало бы Интересам россиян То он бы Точно так же Как он говорил Про Кавказ Он так же говорил бы И про Украину И про Беларусь Вот такое мнение По Ходорковскому Так Все Почему чеченцы Не уходят из Дагестана Когда в Чечне Война закончилась Наверное Ты говоришь про Каких-то беженцев Которые Во время войны Приехали В Дагестан Ну наверное Им понравилось В Дагестане Им наверное Так понравилось У своих братьев В Дагестане Что они Не захотели Даже возвращаться Это же хорошо Надо радоваться Саламу алейкум Можешь отвечать На мой вопрос Почему Конституция Ичкерии Дозволяет Исповедовать Чеченцу Любую религию И не исповедовать Ее Если не хочет И почему ЛГБТ Под защитой По Конституции В Алейкум Ассалам Значит Почему Конституция Дозволяет Исповедовать Чеченцу Любую религию Потому что Религии Нет принуждения Это как бы Ислам Таков Это не Конституция Ичкерии Такова У нас В Исламе Чеченцы Не чеченцы Не арабы Они отдельно Не выделены Как народ Который не имеет Права То есть Понимаете Ислам В него Может прийти Любой И народ И там Люди Из любой Конфессии И нет Такого Что Какой-то Народ Отдельный Не имеет Права Исповедовать Там Какую-то Свою Религию То есть Это не Не имеет Национального Или этнического Оттенка Вопрос Вероисповедания Поэтому Было бы Странно Если бы В Конституции Женской Республики Или вообще В любой Конституции Этого мира Было бы указано Что Люди Такой-то Национальности Такого-то Этноса Не имеют Права Исповедовать Какую-либо Религию Кроме Ислама Это было бы Очень странно В целом Отношение Должно быть Такое Чеченцы Конечно Для нас Любой Чеченец Априори Мусульмане Но Мы-то с вами Понимаем Что Это Просто Потому что Мы так Привыкли Но по факту Сейчас-то Мы Сталкиваемся С такими Чеченцами Которые открыто говорят Допустим Что они Не являются Мусульманами Это конечно Редкое явление Но Тем не менее Такое Можно Встретить Поэтому В этом Нет ничего Удивительного И Вопрос В религии Ведь нет Принуждения Соответственно Подобные Вещи В Конституцию Вообще Никак Не могут Быть Внесены А что Касается ЛГБТ Это вообще Ложно Конституцию Нашего Государства У нас Там Нет Ни слова Про Эти Четыре Буквы Упомянутые Добой